Короче, братюнь, дело есть. Тут, понимаешь, история такая. Матушка твоя увлеклась беременностью. Подруга, привет. А подруги злятся на меня. Спрашивают, Рэм будет? Вот будет Рэм. Ты чего застеснялся? Вот, подруги, думаете, я тут со своей беременностью человек стесняется. Короче, котенок, придется тебе работать. Я знаю, захотел ты в отставку, на пенсию отдыхать. А придется работать. Короче, подруги, привет. У нас завтрак. Мы с котенком едим матушкины блины с фруктиками. Что-то сегодня сильно захотелось, да? Не сильно полезного завтрака, но в то же самое время, чтобы кайфануть. Ну, а как вы уже поняли, сегодня мы поговорим об этом маленьком человеке. Буду вам рассказывать, как проходит его развитие, чем мы тут занимаемся, какие у нас... Это мне. Новости. Ну, и в общем, как у него дела. Первое, как вы видите, ничего не поменялось с точки зрения еды. Ребенок ест. Правда, ест он меньше, чем раньше. Но в то же самое время ему нужно есть все, что на тарелке родителей. Вот прям все. Если даже я положила ровно то же самое, что у меня на тарелке он все равно будет брать из моей тарелки, из АРСа тарелки. Если поменять тарелки, если поставить одинаковые тарелки. Все равно ничего не меняется. Поэтому мы, в принципе, тут у нас такое. Все общее. Всем делимся и едим все вместе. И новая тема у него, когда он что-то не хочет. Он закрывает глаза и такой... Нет. Еще нацки частюля. Руки должны быть чистыми. Но в то же самое время любим нести руками. Вы тут сами понимаете. Как бы. Проблема. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И главный признак того, что ребенок поел, он просто переворчивает всю тарелку. Просто. Нет, ну ты не отвлекайся, все нормально. 1-2. 2-3. У тебя есть. Нужно их разочаровать. Мокрое. Рыб. 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 Говорят, он еще дома не едет. Ну, в общем, так мы завтракаем. Спросите его, как у него дела? Нормально у него дела. Как говорится, сами напросились. Что у нас новенького? Самое важное. Сейчас ребенку через 2 недели, 2 года, и у нас такой жесткий регресс сна. Ребенок по ночам просыпается, это может произойти в 2, в 3, в 4, в 5, неважно. И он приходит ко мне. Уложить его обратно в кроватку практически невозможно. Все потому, что он не может уснуть. То есть он будет елозить в кровати 2, 3, а того иногда и 4 часа перед тем, как он вообще уснет. И он на самом деле не плачет. Есть он не хочет, пить также. В общем, все подгузники поменены. Короче, у ребенка полный комфорт. Все проверено, ничего не болит, и все у него хорошо. Он просто не может уснуть. Он будет лазить по кровати, он будет лазить по мне, он будет пинать меня во все места, куда можно. Он будет дергать меня за волосы, он будет просто шуршать вокруг, дышать в ухо и, в общем, пытаться уснуть. Конечно, ему нужна близость с мамой в это время. Ему нужно, чтобы я его обнимала, потом ему не нужно, чтобы я его обнимала, потом опять ему нужно. Ну, в общем, видно, что человек сам мучается, он сильно старается, но у него не получается. Недели, две, три, вот такая вот у нас история, уже не считая то, что у него еще и зубы, у нас 4 клыка, 2 сверху и также 2 зуба снизу. В общей сложности, когда они прорежутся, у нас будет уже сколько, 16 зубов. И в целом это все вместе у нас, то есть регресс сна, зубы. Хотя мне кажется, что в этот раз зубы его не беспокоят практически вообще, за редким исключением. Они уже видны, осталось только полностью прорезаться. И в целом, мне кажется, он легче намного переносит как раз-таки прорезание этих и клыков, и нижних зубов. Я, конечно же, даю слабину, и в целом уже последние ночи видно, что ему легче уснуть, то есть он приходит ко мне и просто засыпает, или есть ночь, когда он вовсе не приходит, то есть через одну. И понятное дело, что когда вот такие скачки роста, регресс сна и вот все эти изменения в жизни малыша, не следует начинать вводить в жизнь привычки, которые семья не хочет соблюдать далее. И в этом случае, конечно же, привычка спать с родителями. Поэтому мне нужно подсобраться и сделать все так, чтобы ребенок возвращался в кровать. Ну, естественно, первой ночью придется по 10 раз вставать его возвращать, потому что он будет обратно приходить. Сейчас он спокойно выбирается из своей кроватки, спокойно открывает дверь, и вообще он спокойно выходит из комнаты. А если говорить про близость как бы с мамой, то вот это тоже такая новая история. У него ярко выражена нужда вот прям быть рядом со мной. То есть, если, например, мы сидим рядом, он будет брать мои руки, он будет к своему животику прикладывать, таким образом просить, чтобы я его обнимала. Если, например, я убираю свое лицо, то он будет это лицо возвращать, прямо вот чтобы щека к щеке, и вот будет прямо в таком тесном-тесном контакте со мной сидеть. Больше плачет, когда я ухожу, например, когда он остается с папой или с бабушкой. Конечно, этот плач заканчивается ровно через 5 минут, как я выхожу за дверь, но в целом он более, ну, скажем так, эмоционально это все воспринимает. И можно было бы думать, что он будет сильно в радости, когда я вернусь, и увидит мать снова. Но нет. Как бы железобетонное лицо, когда он меня видит. И в целом чаще всего начинается просто крик, валится на пол и начинает орать. Конечно же, понимаем, что ребенок развивается, растет, и в его маленькой головешке происходят новые-новые всякие разные изменения. Кстати говоря, по поводу физического развития, здесь видно, как он катает свой самокат-беговел. Мы, в общем, долгое время его держали в виде просто самоката, то есть без сидения. Сейчас мы, видите, поставили ему сидение, чтобы посмотреть, как он вообще взаимодействует и готов ли он к этим всем видам развлечения, транспорта и так далее. Но вообще никак он на него не садится, на самокате никак он не катается, просто его толкает, он ему очень нравится, он прям целыми днями с ним возится, но никаким образом он не готов еще по назначению все это дело использовать. Уже не говоря о беговелах, которые продаются для детей, которые вот прям беговелы-беговелы после двух лет. Для него они просто тяжелые, огромные, громоздкие, и он как бы вообще не понимает, что с ними делать, и, ну, как бы чаще всего они просто валятся из рук. Поэтому если думать о том, как он будет активничать летом, например, на улице, то мы приобретем ему велосипед со всеми мерами предосторожности, и я думаю, что больше вот на такие свободные беговелы-самокаты он сегодня-то встанет в следующем летом. Пока малыш не готов. Но физическая активность в любом случае ему сильно нужна для того, чтобы поддерживать режим, чтобы он использовал свою энергию, чтобы он чувствовал себя хорошо, развивался лучше, здоровье было лучше. Поэтому сейчас, после вот такого большого перерыва ковида, пандемии и всего остального, мы возвращаемся к плаванию. Будем плавать, как обычно, в Аквастаре, то есть наш привычный бассейн. И на самом деле будет интересно, как он вернется к плаванию после такого большого-большого перерыва. Чего у тебя тут? Слоник! Какой у тебя красивый слоник-котенок! И также в ближайшие дни пойдем впервые на наши первые занятия спортом. То есть это спортзал для самых маленьких малышей. Там они с тренером и с родителем занимаются спортом. Я с Адамом в Риге ходила на такие занятия. И эти занятия просто вес золота. Очень крутая штука. И в развитии ребенка, в общем таком физическом, они очень-очень здорово помогают. Поэтому мы здесь, в Санкт-Петербурге, тоже начнем ходить. У нас получится раз в неделю у нас будет плавание. И раз в неделю у нас будет занятие спортом. В общем, у ребенка больше психов стало. То есть он психует по разным мелочам. Самое вот любимое последнего времени это, конечно же, всякие баночки, тюбики, там мои крема, мази и так далее. В общем, вещи, которыми играться ребенку нельзя. Прям самая большая причина психов. Потому что эти тюбики непременно и ребенку нужны. Ну и в целом, любой момент, по любому поводу может начаться псих. Конечно же, стараюсь на это все реагировать спокойно. Что, как и у любой мамы, мне кажется, не получается каждый раз. Просто потому, что ты устаешь. Просто потому, что тебя, ну как бы, выбешивает каждый день выслушивать психи ребенка. Ну или просто для взрослого человека тяжело ежедневно выслушивать психи. Ну, которые в целом-то для тебя, они кажутся, ну как бы, полным идиотизмом. Следовательно, когда получается, я стараюсь быть спокойной. Со своей стороны стараюсь не давать эмоциональную никакую окраску вообще и реакцию. И просто реагировать, насколько это возможно, спокойно. Ребенку объяснять, что нужно, что не нужно. Почему, как и зачем. Ну, в целом, вот советы психологов о поводу того, что нужно. Там, опускаться на уровень ребенка. Взять его за руки. Смотреть в глаза. И спокойно ему говорить о том, что, малыш, я понимаю твои эмоции и чувствую. Ла-ла-ла. Наверное, просто это нужно делать раз за разом. В какой-то момент дойдет. Но пока ему вообще ни холодно, ни жарко. Он в истерике орет. Глаза закрывает. На землю падает. И, в общем, ну, как-то, что я там говорю, он, в принципе, даже не слышит через свой крик и псих. И вот эти все кувыркания. Поэтому как-то с этим не совсем у нас гладко все проходит. И ребенок в целом, он как-то действительно, ну, вот сейчас, ну, не знаю, тяжеловато. И проходят именно вот эти изменения, когда вот начинаются вот эти все психи двух-трех лет и вот эти кризисы. Плюс ко всему, он меньше слушается. То есть сейчас он понимает свою свободу. Он начинает убегать, удирать. Ему дико весело, когда родители что-то ему, там, например, не разрешают или говорят остановиться. Он вот прям еще больше ускоряется и прям бежит. Понятное дело, такие ситуации, когда мы на улице, на парковке, на проезжей части, ну, или вблизи. Площадки детские, они не имеют никакого такого ограждения, чтобы закрыть, например, калиточку. И дети были в безопасности. Ну, не знаю, до этого, мне кажется, ну, никто не додумался. Но вот такие моменты, конечно же, получается орать вот сколько есть. Просто чтобы ребенок остановился. Потому что, ну, проезжая часть, сами понимаете, тут одна секунда и все. Но ему это очень-очень весело. Он прям забавляется, ржет. И, как я уже говорила, чем больше ты его пытаешься угомонить, усмирить, остановить, тем больше он убегает. Что касается наших занятий и вообще режима дня. Как мы проводим с ним день, какие у нас тут изменения. В общем, в целом режим дня у нас не поменялся. Может плавать только время в зависимости от того, вот сколько он ночью не спит из-за своего регресса. Если он долго не спит, соответственно, конечно же, он просыпается намного позже. Если он сразу у меня засыпает, то просыпается он, как обычно, около, ну, восьми, наверное. Опять же, если уложить его пораньше спать, около девяти, то он встанет, ну, ну да, в семь, наверное, в семь с копейками. Не позже. Сейчас, когда уже на улице намного светлее, когда он более активный, когда лето впереди, и я понимаю, что хочется с ребенком больше времени проводить на улице, мы как-то будем смотреть по его самочувствию, по его настроению в целом, общем, какому-то вот такому вот настрою. И я думаю, что будем двигать время отбоя на ночь позже, чем обычно. Для нас это супер-супер поздно, но я думаю, что до десяти – это то время, пока он может тусоваться, и мы можем где-то быть, активничать, куда-то поехать, там, я не знаю, летом быть на свежем воздухе и так далее, и так далее. Все из-за того, что, получается, у нас утром мы встаем, ну, например, в часов там в семь. У нас дневной сон обычно где-то в час. Он спит. Днем он спит очень хорошо. То есть он может спать два, три, иногда даже четыре часа. В таких случаях, естественно, я его бужу. И получается, если ребенок спит даже свои три часа днем, например, с часу до тех же там четырех, то получается, что куда-то выехать, погулять там с друзьями, чтобы он поиграл, это очень мало времени остается. Дорога туда-обратно, и там буквально час-полтора на все развлекаловки, игрушки и так далее. И все, и нам уже нужно ехать домой. В то же самое время, мне кажется, если, например, мы будем укладывать его к десяти, ну, так, чтобы в десять он уже спал, тогда мы сможем вставать, например, в часов восемь. На дневной сон мы будем его укладывать также в час. И все, вторую половину дня после дневного сна мы можем спокойно тусоваться. То есть нам не нужно будет прям бежать домой, торопиться и прерывать его игры с друзьями, которые, кстати говоря, он очень-очень-очень любит. То есть взаимодействие за взрослыми, с детьми, на площадках, в детских комнатах, там, не знаю, ну, на мероприятиях, где бы мы ни были. Он очень такой открытый, веселый, добрый мальчик. В то же самое время, конечно же, он бывает сдержанным, он очень серьезный. Он такой осторожный, то есть он абсолютно не дерзкий. Он девять раз подумает перед тем, как начинать там прыгать, скакать и так далее. Вот эти его дружки Мирон с Марком, они вот прям такие дерзкие. Они прыгают, они головой вперед идут, они бегут. То Рэм, он такой очень осторожный. И в этом смысле, конечно, ну, он, с одной стороны, наверное, хорошо, потому что меньше травм, с другой стороны, ну, как-то хочется, чтобы он был посмелее, что ли. Опять же, мы, как родители, не пытаемся его ни к чему там принуждать и не пытаемся его как-то, там, я не знаю, ну, там, давай, иди, играй, бегай или еще что-то. Делать все, что хочешь. То есть как ему комфортно, так он и делает. Но в то же самое время я вижу, что ему очень нравится. То есть он активный малыш. Он в глаза смотрит, он прям играет, он улыбается, он взаимодействует. Ему очень-очень нравится. Поэтому вот сейчас, в этом возрасте, когда уже нужно социализироваться, когда скоро родится его братик, все-таки хочется, чтобы он больше общался. Это, кстати говоря, также опыт готовит к детскому саду, в который мы планируем пойти, когда ему будет два, сколько получается, два с половиной. То есть мы рожаем второго малыша в конце сентября, и вот спустя там пару месяцев ребенок пойдет в сад. И к этому времени тоже хочется его подготовить, чтобы он больше активно социализировался, общался, активничал, бегал, ну и так далее. Что касается занятий, занятия у нас где-то 30 минут в день. Они могут быть разом, они могут быть разделены, и все зависит от его настроения. Вот если он может концентрироваться, и ему интересно сидеть, заниматься с мамой, читать, игры играть, карточки изучать, ну, неважно, что бы мы ни делали, тогда занятия у нас до получаса. Все остальное в течение дня, с точки зрения развития ребенка, это у нас просто игры, просто какие-то бытовые взаимодействия. Он очень любит помогать мне убираться, он очень любит повторять, вот когда я там что-то вытираю-потираю. Ему обязательно нужно дать тряпку, и он будет с тряпкой носиться тоже все вытирать. Он любит пылесосить, любит со шваброй, с маленькой метелочкой бегать. Все остальное, игры в его комнате, вот куча машинок, куча игрушек, которые тут ежедневно разбрасываются, собираются по 290 раз. Ну и также еще и чтение книг. Естественно, это отдельная история, потому что помимо занятий мы еще читаем книжки. У нас нет конкретного времени, когда мы читаем книги, ну, там, например, перед сном. Мы просто читаем, когда вот у нас есть свободное время, когда нам захочется, ну и, в общем, когда нам это интересно. Что касается речи, и в целом развития малыша вот именно по календарю развития ребенка согласно возрасту. Пока он говорит вообще минимально. То есть в свои почти 2 года он говорит «мама», «папа». Добавилась у него фраза «на», то есть «на» этой серии «возьми» или «дай». И он повторяет огромное количество всяких разных звуков, животных, транспорта и всего, что ему интересно, ну, во что он играет и то, что он вокруг видит. И все эти звуки он повторяет. Он знает практически там всех животных на английском языке. Ну, я с ним по-английски говорю «папа, бабушка здесь на русском». «Совама, Where's the rhinoceros?» where's the rhinoceros yes where's the bear yes eagle show mama eagle where's eagle with his wings yes and what about gorilla where's gorilla yes that's what he does where's gorilla yes that's gorilla what about the monkey where's the little monkey yes and where's camel camel poo poo yes that's a camel what about the deer where's the deer that's dipped up dipped up that's the deer where's the cow remy where's the snake where's the snake that says yes that's a snake where's the crocodile where's the crocodile remy yes that's a crocodile and hippo where's the hippo that's And what about the horse? Where's horsey? Where's the horse? Yes. A. A. Apple. Уча-бум. Уча-бум. S. С. Sun. H. Hat. Put it up. Okay. M. M. Mushroom. D. 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 No, давай. K. K. L. 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 B. 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 Bird. Yay! Good job, Remy! High five? The big one. Yeah! Find the blue color? Yes, that's right. Purple. Put it on purple. Where is the purple color? Так, go and search it. Now, that's pink. Try another one. Look at this one and put it on purple. Where's purple? That's pink, Remy. There's a difference. Look, Mama will show you. This is pink and this is purple. Put it on pink. Where's pink? Yes, that's right. And this you put it on purple. No, that's black. Look, purple is here. See? Here. Так, put it on green. On green. Yes. Orange. Put it on orange. Where's orange, Remy? All right? The same color. Take a look at the square in your hand and find the same color. Orange. Where is it? Yes, that's right. Put it here. Black. Yes. Then we've got red. Yes. And yellow. And yellow. Where is yellow? Try and find yellow. That's green. Where is yellow, Tutu? Давай, take a look. Yes, good job. High five. The big one. Yes. Единственное, что нервирует, конечно же, когда 200 раз за неделю люди спрашивают, твой ребенок говорит, сколько слов он говорит? Если он не говорит, отведи его к неврологу, ему нужно лечиться. У него наверняка какая-то задержка речи. Он в два года должен уже фразы. И вот это постоянно слышать, мне кажется, любая мама, она будет, ну, как бы раздражаться. Ну, потому что это реально очень сильно раздражает, это обескураживает, это заставляет беспочвенно волноваться. И постоянно, когда тебе капают на мозг по этому поводу, люди, которые не имеют к твоему ребенку никакого отношения, конечно же, это, ну, подбешивают. А все потому, что своего ребенка, во-первых, знаешь, ты сама лучше всех. Во-вторых, все дети разные, и никто не обязан придерживаться календарю. В-третьих, есть педиатр, который наблюдает ребенка, и который не видит, ровно так же, как и мама с папой, никаких проблем. И в целом у ребенка очень хорошее развитие. Просто они могут заговорить в два, они могут заговорить в полтора, они могут заговорить в три. Это все нормально. Но почему-то, ну, вот как-то темы вот таких вот больших каких-то этапов развития, они окружающих людей, особенно когда ты блогер, особенно когда это все публично, волнуют очень сильно. Но я на своего ребенка смотрю, и я, в общем, ему даю развиваться так, как он развивается. Потому что, зная его, он не перевернулся в четыре месяца. Он не сел в шесть месяцев. Первые зубы у него не появились в шесть месяцев, и даже в семь у него они не появились. И года у нас было, по-моему, только два или четыре зуба, что-то такое. То же самое, в семь месяцев он не пополз. В девять месяцев он не встал. В год он не пошел. То есть мой ребенок пошел там в год и три. Да, это было сравнительно поздно. И поэтому, с чего он вдруг должен начать говорить, когда ему еще нет двух, я не особо-то сильно понимаю. Плюс ко всему билингвальная семья. То есть я говорю по-английски, арс говорит по-русски, рижская бабушка говорит по-латышски. И в целом дети билингвальные, они начинают говорить... Так, давай я это заберу, потому что книжка мамина будет уничтожена. Билингвальные дети начинают говорить значительно позже, чем дети, которые говорят только на одном языке. Чего тебе надо? Ну, не дам тебе книжку. Не дам. Ты ее, котенок, рвешь. Вот, возьми свои книжки. Вот, смотри. Вот у тебя есть твоя книжка. Вот, ты вот эту еще не смотрел. Не листал. Вот эти листай. А мою книжку не надо разрывать. Все, мама села на книжку, нет больше книжки. Вот, так что, что касается речи, он пока, да, говорит сравнительно мало, но в то же самое время все абсолютно понимает. Реми. Show мама your toes. These are your toes. Where are your fingers? Yes. And where's your arm? Yes, that's your arm. And your leg? Where's your leg? That's your leg. Where's your tummy? There's your tummy and belly button. Where's your belly button? There it is. Where are your shoulders? Yes. And where's your hair? Show мама your hair. What about your nose? There's your nose. Where's your eyebrow? Eyebrow. Yes. Show мама your tongue. Yes, there's your tongue and your ears. Yes, there are your ears. Ну, в общем, как вы видите, ребенок абсолютно все прекрасно понимает, у него все нормально с развитием, и он в скором будущем 100% заговорит. Поэтому мы по этому поводу не волнуемся, чего я желаю другим мамочкам, детки которых не живут по представлениям других, по каким-то там графикам, и, в общем, сами решают, когда им что делать. Что у нас с горшком? Ну, котенок, с горшком у нас на самом деле без изменений вообще. В связи со всеми этими регрессами, болячками, простудами и прочими невзгодами, которые нас посещали последние месяц-полтора, мы, в общем, не продвинулись никуда дальше с нашим горшком, и так же на него и не ходим. То есть концепция горшка ребенку вообще неинтересна. Он на нем не сидит просто помимо того, чтобы сидеть и играться с туалетной бумажкой. И в целом, ну, как-то мы его и не принуждаем. И, как я уже говорила, в связи с беременностью, всеми нашими болячками, там, регрессом сна и так далее, я особо-то, ну, как бы активно его и не приучаю сейчас. То есть я оставила этот вопрос. Я думаю, что мы, наверное, его оставим до июня. То есть это то время, когда мы с ребенком поедем в Ригу, когда мы сможем уже находиться в частном доме, бегать по саду голой попой. Я думаю, что тогда нам будет значительно легче всему этому делу обучиться. Нужно разобраться со всеми нашими вот этими штуками развития, да, котенок? Вернуться к нормальному сну, к нормальному нашему такому настроению, режиму. И, в общем, тогда уже можно будет новые всякие обучалки внедрять в жизнь человека. Ну, в общем, еще мы разрушим все, что у нас здесь есть. Обычно я не позволяю ему, конечно же, нашими карточками и с нашими всеми книгами так играть. Просто сейчас пока пишу влог и рассказываю вам о его развитии, я думаю, что лучше вот так, нежели чем, когда он будет орать или, в принципе, там, я не знаю, на голове стоять. Поэтому пусть занимается, пока занимается, тоже неплохо. Что еще с нашим рационом? Вот важный момент, который, наверное, стоит упомянуть. Значит, едим мы три раза в день. То есть основные наши приемы пищи – это завтрак, обед и ужин. Это три раза в день. Но в последнее время в связи с эмирогрессом и зубами он ест меньше, чем обычно. Поэтому, как правило, на тарелке немного еды остается. Все остальное – это перекусы. То есть он может поесть фрукты, он может поесть ягоды, он может поесть какие-то, я не знаю, печенья, рисовые галеты. А также мы их тоже берем с собой. Утром, как правило, мы едим, это может быть, там, яичница, омлет, свежие овощи. Он очень любит огурцы. Меньше любит помидоры. Все потому, что зимой они достаточно такие пластмассовые, с очень жесткой кожурой. Их он ест меньше. Что еще? Можем поесть завтраки типа, ну, сухих завтраков, как гранола, келлокс и прочие. Йогурты, молоко, фрукты. Вот сегодня мы поели с ним блины с фруктами и водичкой. Пьет, как правило, он только воду. Соки мы ему не даем. Соки – очень редкое исключение. Если он там болеет, чувствует себя плохо и в целом мало пьет, тогда, конечно, мы добавляем вкус в его питье. На обед, что он ест у меня, супы, котлетки, макарошки. В общем, все, что дети едят, очень он любит брокколи. Ну, то есть я могу на обед, например, дать ему просто брокколи. И он их все съест. Вот это он точно любит. Что касается того, чего он не любит, не любит он рыбу. Ее он практически вообще не ест. И в целом его, наверное, не заставить эту рыбу поесть. А все остальное, ну, плюс-минус он ест. Особенно, если готовила не мама, то с удовольствием он съедает вот все, что ему дашь. На ужин мы последнее время едим кашу. Просто потому, что она сытная. Больше всего он любит пшенную кашу с бананом или с фруктами. И, в общем, с удовольствием ее поедает. Опять же, сейчас со всеми этими нашими болячками и так далее, моя ошибка, которую я как мама допустила, я стала кормить его сама. Ну, просто потому, что в какие-то моменты он не хотел есть, в какие-то моменты он там капризничал, что-то еще. Ну, и я ложку в руку и давай его кормить сама. И что-то ему как-то понравилось. И поэтому нам нужно снова возвращаться к тому, чтобы ребенок полностью самостоятельно ел, не баловался, не ожидал, что мама поможет. Ну, и, в общем, не переворачивал свою тарелку и так далее, и так далее. Я как-то доверяю ему. Если ребенок совсем не хочет есть, то я его и не составляю. И как бы ладно. Ребенок не ест и не ест. Вес и рост. По поводу роста я, на самом деле, не знаю, сколько у него сейчас рост. Можем попробовать с вами вместе его измерить. Вес у нас сейчас 14,5 килограмм. Он у меня высокий парень, поэтому предполагаю, что что-то типа около, не знаю, 90 сантиметров, может. Ну, вот, подружки, 88 сантиметров мой котенок. Все-таки была права. Что-то типа 90, без 2 сантиметров. Ну, вот, подружки, и такие у нас дела. Буду собирать вот этот весь бардак и кошмар перед дневным сном ребенка. А вам на сегодня желаю доброго дня. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк под видео, если вам понравился наш отчет. Если забыла, что рассказать или есть у вас вопросы, пишите в комментариях. Буду стараться на них отвечать. Даже если не в комментариях, в последующих видеороликах обязательно. Ну, и, конечно же, нажимайте на звоночек, чтобы не пропустить наших новых выпусков. В особенности большой выпуск его дня рождения. У нас с ним очень много всего, чего запланировано. Завтра мы едем с ним на фотосессию. То есть у нас будет такая фотосессия только мы с ним вдвоем. Хотелось мне сделать вот такую перед его днем рождения нашу особенную фотосессию. Не знаю, получится ли сделать еще в ближайшее время до рождения второго малыша. Ну, как-то хотелось мне отметить как раз-таки его двухлетие и тот факт, что пока он наш единственный малыш. Это как-то очень важно. Так что будем завтра фотографироваться с ним. Буду это все впечатать в особую, опять же, для него книгу. Ну, и будем делать также, я очень надеюсь, особый классный выпуск на его день рождения. Так что не пропускайте, подружки мои. Ку-ку! Ну, в общем, пока вам ногой! Субтитры сделал DimaTorzok